приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха 2 самопознания с вами наталья посмотрим мысли загаданного человека о вас самого утра вариант будет один настраивайтесь пожалуйста на расклад подумайте об этом человеке представьте его визуализируйте кому не хватает времени девочки вы всегда можете видео поставить на паузу а потом присоединиться постарайтесь найти спокойное место руки-ноги не скрещивайте устраивайтесь поудобнее и давайте с вами будем смотреть расслабляться и отдыхать итак смотрим каких энергиях сегодня мужчина ох энергии очень горячие активные боевой такой парень у нас сегодня пришел но и в то же время человек любящий эмоциональный возможно у него сегодня произошла такая знаете эмоциональный такой выброс адреналина будем говорить от того что он получил известие допустим что он скоро встретиться со своими родными близкими вот прям спешит спешит домой спешит и к тем людям которые ему сердцу дороги вот прям его чуть ли не на крыльях сегодня несет по пространству туда где ему хорошо туда где ему здорово и прекрасно где он чувствует себя наполненным счастливым либо же здесь такой еще момент человек может ввести внутри такое борьбу бороться со своим внутренним каким-то сопротивлением то есть надо ехать или не надо надо мне проявляться или не надо но он прекрасно знать что он если он проявится то здесь конечно же человек получит массу удовольствия и впечатления скорее всего здесь человек вот прям в таком активном движении и по итогу он мог действительно или может еще действительно получить то самое желаемое то что поднимет его настроение хорошо давайте посмотрим в целом какой он сам по себе так ну тут у нас выходит давно к нам не приходил мужчина немного такой женскими повадками будем говорить смотрите к нам пришел пришел человек любящий как интересно нам сегодня показывает его здесь однозначно мужчина влюблен двойка чаш десятка час сегодня показывается дома кубков да то есть однозначно мужчина влюблен мужчина тот который стремится к зоне комфорта то есть ему очень важно что у него будет внутри как говорится там где он находится этот человек по сам по себе дружелюбный очень эмпатичный этот человек хорошо в принципе взаимодействует с людьми и он наполнен вернее его может на могут наполнять именно женщина которая его любит для него это очень важно именно по его мнению такое ощущение что только женщина способна дать ему ту прелесть жизни тот праздник жизни который достоин скорее всего каждый человек здесь как-то он опирается больше на женщину но все равно девочки в нем присутствует женская натура здесь человек может быть капризным немножко да так вот ножкой топать чуть-чуть истерить может почему может быть не будут удовлетворены какие-то его пристрастия допустим я не знаю если человек любит кушать что-то такое без каких-либо ингредиентов а там вдруг этот ингредиент будет вот в этом блюде то он может чуть-чуть я это не буду кушать и я не буду и там сегодня как говорится почивать ваше блюдо мне нужно что-то другое вот какой-то немножко он тут вредина вредина но несмотря на это все безусловно человек очень творческий сам по себе он может знать им обладать такими поэтическими качествами благодаря которым он может завоевывать женщину то есть он хорошо знает психологию женщин он хороший психолог он действительно умеет ухаживать за женщина он знает как не подойти что и предложить знает что женщина любит но потому что может быть в его жизни был хорошим примером либо его мама либо сестра может быть тетя конечно да вот здесь что то такое сам по себе человек такой дружелюбный но еще как немножко негативный такой момент здесь человек будет очень зависим от своей определенной зоны комфорта то есть его из этого состояния будет немножко сложновато выдурить да вы выбить из этой зоны комфорта в принципе если все хорошо если все замечательно если человек счастлив можно как говорится в таком состоянии в такой зоне комфорта прожить всю жизнь но здесь человек все равно знаете не больше идет постоянный если к примеру он работает на одной работе то он будет там работать десятилетиями допустим да вот не тут прямо не показываю что человек какой-то прыгает с места на место хотя хотя он может интересоваться многими вещами у него может быть такое хобби очень даже больше наверное схожих с какой-то вот именно женским каким-то направлением девочки не знаю что это может быть но допустим к примеру мужчина занимается деревом а там вот какие-то росписи красивые могут быть но это может быть все что угодно понимаете тут вот однозначно что-то творческое в нем прямо оно проявлено в мир что между вами давайте посмотрим что между вами что между вами что между вами что между вами смотрите здесь может проходит сейчас такая информация что вы только с этим человеком познакомились но такое ощущение что вы этого человека знали всю жизнь и есть вот импульс на развитие этих отношений также здесь конечно может проиграться к примеру если вы в ссоре то сейчас вот и у вас может и у этого человека может быть состояние начать все сначала помириться примириться найти друг другу подход потому что есть вот это вот ностальгия я по тебе скучаю здесь идет очень сильное скучание друг по другу и хочется действительно как вот понимаете есть энергия между вами потузу жезлов она как обновленная эта энергия может быть вы уже как говорится друг на друга особо и не злитесь и не сердитесь и вот этот импульс обновленные то есть обиды какие-то проработали их оставили позади и хочется по-новому с этим человеком начать взаимодействие коммуникацию это может быть с вашей стороны это может быть и со стороны мужчины почему я еще так говорю потому что здесь на дни колоды пятерка пентаклей то есть нам друг друга не хватает нам друг без друга ну словно тяжело дышать нам трудно мне хочется обнять этого человека мне хочется к нему прикоснуться я хочу его чувствовать я хочу его ощущать но видите как еще идет момент допустим если ваши отношения они не претерпевали никаких ссор допустим никаких разногласий то здесь они несут формат знаете уже довольно длительный период такого легкого немного безответственно но всегда много страсти всегда много желания вот это вот такой яркий подъем внутренней энергии это в принципе хорошо это способствует для жизни в целом но это словно понимаете как не можете перейти на какую-то другую ступень и от этого вы можете расстраиваться чуть-чуть да разочаровываться а вот хотелось бы большего словно хотелось бы большего какого-то импульса если к примеру у кого-то примирение примирение то как-то вот по-новому хочется взаимодействовать иначе не так как было раньше давайте посмотрим что человек думал о вас самого утра что человек думал о вас самого утра король кубков я к ней чувствую эмоции я не чувствую теплоту она далеко от меня на расстоянии и она моя семья да она моя семья я не мечтаю я не фантазирую я хочу к ней здесь сегодня мужчина с утра проснулся прям с теплотой с нежностью с лаской девочки хоть вы можете действительно между вами действительно может быть расстояние несмотря на это все у человека как знаете вот обновление его чувства то есть вы пара кстати смотрите королева кубков король кубков да вы пара вы действительно как-то словно прошли какой-то такой момент обновления вы что-то поменяли внутри он что-то поменял может быть внутри да и вот как новый импульс мы хотим общаться даже через расстояние возможно девочки он хочет поймать вашу энергетику скорее всего у вас все равно тут есть ментальная связь скорее всего но вы для него женщина очень знаете такая значимая важная если вы являетесь его супруга но тогда и понятно по десятке пентакли да если вы не являетесь его супругой то вы все равно настолько ему родная женщина близкая женщина и он чувствует с вами вот это вот родство ну тут тут идет родство душ однозначно да шипа по шестерке кубков это даже чувствуется на очень большом расстоянии у девочки у кого ваша вторая половина находится в командировках каких-то да там по рабочим каким-то моментам человек действительно может стремиться бороться чтобы побыстрее к вам приехать две десяточки выпало да то есть человеку прям стремится хочет вот поскорее домой 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 давайте посмотрим что человек думал о вас в течение дня что им думал в течение дня а вот в течение дня тут уже пошли какие-то тараканчики у него дан Да. Тараканчики. Тараканчики. То ли у него нет возможности, девочки, как-то с вами связаться, написать, либо сам человек может, знаете, как бить себя по рукам, чтобы преждевременно не испортить сюрприз. Такое тоже может быть, да. То есть, вот, к примеру, вашему мужчине сообщили, что ты раньше, допустим, положенного срока поедешь домой. То есть, у тебя есть такая возможность, есть такой шанс. И ему, по сути, хочется вам написать, к примеру, да, а он может себя сдерживать, чуть-чуть подвисает. Ну, скорее всего, для вас действительно сюрприз, потому что Паш Пентакли, это, знаете, тоже, это как подарок какой-то, да, что-то такое приятное, то, что может вас порадовать. Но у него помыслы очень такие, знаете, высокие. Эти помыслы у него прям как на подъём. То есть, я с добрыми намерениями, да. Я ни в коем случае не хочу её не обидеть как-то, не вот, нет, 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 нет. Всё-таки здесь больше такое его внутреннее направление, в вашу сторону благородство. Вот именно благородство. Всё-таки идёт информация, девочки, как ни крути, она прям вот идёт из потока. Если ваш мужчина находится в семейных отношениях, то есть, он находится в семье, а вы для него тайная женщина, то здесь человек о вас безумно мечтает. Но он не может к вам приблизиться по одной простой причине, потому что ему мешают его же семейные обязательства. Он в течение дня может думать, смысл, если, допустим, я ей напишу, что изменится. Ничего не изменится, всё равно я не смогу оставить свою семью. А ему хотелось бы, девочки, всё равно к вам двинуться по одной простой причине, потому что вы для него являетесь женщиной в какой-то степени идеалом. Возможно, где-то он преувеличивает ваши качества личностные, как женщины, идеализирует, условно. Но даже несмотря на всю его вот эту вот невозможность проявляться к вам, да, он всё равно о вас думает в очень хорошем ключе. И такое ощущение, что с каждым днём у него вот эта идеализация увеличивается. Он реально с каждым днём на расстоянии от вас, он в вас как заново влюбляется. Вот здесь идёт какой-то такой момент. И понимаете ещё, в чём тут трагизм? Он не может проявить к вам свои чувства, как ему хотелось бы. У него это не получается. И он может реально считать себя жертвой. Вот такой вот момент. Не второй раз высвечивается семёрка мечей. Вот для кого, девочки, мужчина хочет для вас сделать сюрприз, он реально с вами чуть-чуть лукавит. У него такие стратегические ходы, да. То есть, ну, где-то чуть-чуть вам человек утаивает просто какую-то информацию от вас, да. Ну, а если, конечно, здесь, девочки, вы смотрите в роли тайной женщины, то он понимает, что он будет идти на ложь, на обман относительно своей семьи в целом. А ему этого как бы тоже и не хочется. Вот, честно говоря, его разрывает. В каком плане? У него есть чувства к вам, но и есть тоже родные и близкие люди для него. Как быть? Ему сложно. Возможно, здесь ещё такой момент, что могут держать в браке дети. Вы мне можете, конечно, написать в комментариях, как вот так вот дети могут держать в браке. Девочки, ситуации абсолютно разные. Могут, поверьте, это я вам говорю из своей практики, действительно могут. И ты ничего не можешь сделать. Ты детей ставишь в приоритет, получается, нежели свою жизнь, своё счастье и так далее. То есть, дети у тебя на первом плане. И больше это связано с детскими травмами, которые человек получил при рождении, да. Поэтому здесь вот такая дилемма, честно говоря. Хорошо. Давайте посмотрим, что человек будет думать о вас на ночь глядя. Что человек будет думать о вас на ночь глядя. Ну, вы для него, конечно, женщина номер один, да, императрица. В этой колоде вообще очень классная императрица, бомбическая. Так чётко прорисовано всё, да, сфотографировано и прорисовано плюс, да. Поэтому здесь, конечно, мужчина видит вас очень шикарной женщиной, красивой, безумно красивой, очаровательной, нежной. И у которой всё, понимаете, всё по своим местам, ничего лишнего, всё гармонично, всё доступно, всё к ней притягивается. Вы, как огромная для него вселенная. До чего выходит аркан-звезда. Вы действительно для него огромная вселенная. Ещё. Ещё. Так, ну, что-то у нас тут пошло, да. Вот смотрите, здесь, здесь он хотел бы быть для вас надёжным. Человеком, который мог бы вас защитить. Человек, который хотел бы сделать вас самой счастливой. Вот об этом он думал. Дать вам ещё больше дополнительной жизненной энергии. Но по каким-то причинам человеку это немного сложно сделать. Почему говорю сложно сделать? Потому что на одни колоды десятка жезлов. Вот, понимаете, какой-то затык. А почему? Ну, сейчас, это для тех, вот, реально, кто мужчина, прям стремится быть для вас всем. А почему для него это сложно? Вот, понимаете, здесь всё равно идёт та речь. Он чуть-чуть, чуть-чуть в себе сомневается. Он словно ещё не достиг вот этого статуса короля. Он немного в себе не уверен. Понимаете, вы целая императрица. И к вам же ещё тоже нужно найти подход, понимаете? И он прекрасно знает, что вас обижать лучше не стоит, потому что если императрица уже для себя что-то решит, то ты вряд ли сможешь её вообще в чём-то переубедить. Поэтому здесь он бы хотел для вас быть абсолютно всем. И холить вас, и лелеять, и быть защитником, и опорой, и самым первоклассным сексуальным партнёром. То есть для него это важно, выглядеть в ваших глазах достойным мужчиной. Для него это реально важно, потому что, скорее всего, тогда, когда вы этого человека хвалите, либо подмечаете какие-то его достижения, то, что он хорошо сделал, он ещё больше, знаете, вдохновляется и чувствует реально себя твёрдо стоящим на ногах. Здесь речь идёт об этом. И ему нельзя никак в ваших глазах упасть ни в коем случае. Он, наоборот, должен, но он будет, девочки, к этому стремиться однозначно. Он готов для вас быть, но ему и пока ещё немного сложно, но он намерен это всё делать для вас. И если же вы, конечно, женщина, являетесь тайной для него, то он может думать, что у вас поклонников, тут тьма, они разные все, и ему это признавать не так-то просто. То есть ему нужно словно вас как-то ещё и отвоевать у этих мужчин. А что он может сделать, да? Он в состоянии повешенного, то есть он жертва. У него не получится, девочки, да, вас покорить. И поэтому здесь человек считает, что у вас, может быть, куча, масса поклонников. Уже, кстати, несколько раз выходит такая информация, что мужчина там в своей голове что-то думает. Ну, видать, много висит вниз головой, поэтому мысли приходят немного такие сумбурные. Конечно же, может быть, действительно у вас куча есть поклонников. А может быть, девочки, и нет поклонников, да? Кто знает. Ну и он, конечно, ревнует. Вот, безусловно, он безумно ревнует вас, кому бы то ни было. Ну, к столбу не буду говорить. Девочки, даже если у вас никого нет, ещё раз, да, момент. Если у вас никого нет, он всё равно считает, что на такую женщину, как вы, ну, мимо вас нельзя пройти мимо. Нельзя не посмотреть на вас, понимаете? И нельзя не обратить на вас взор. И нельзя за вами не поухаживать, понимаете? Вот здесь вот речь идёт об этом. Хорошо. Самая главная мысль, которая не даёт ему покоя. Вот прям самая главная мысль, которая будоражит его сознание. Самая главная мысль, которая не даёт ему покоя относительно вас, кто смотрит сегодня данный расклад. Всё-таки эта семёрка вышла, да? Но у нас сам расклад. У него дилемма. Всё-таки, как ему правильно поступить в отношении вас? Девочки, смотрите, ещё раз, да? Если ваш мужчина, к примеру, на работе, и он понимает, что он приедет домой раньше срока, то у него дилемма. Сообщать вам раньше или нет? Сообщать или нет? Сообщать или нет? То есть чуть-чуть такая немного тупиковая ситуация. Его и раздирает, а с другой стороны, он реально хочет для вас сделать сюрприз. И как-то немножко тоже оттягивает время в связи с этим. Если же здесь мы всё-таки говорим о том, что вы находитесь в тайных взаимоотношениях, то у него вот прям вопрос стоит. Всё-таки, как ему сделать так, чтобы к вам приблизиться? Но решение он найти не может. И уже длительный период времени. Но ему очень хочется, девочки, к вам. Это 100% к вам. Потому что, ещё раз, энергии у вас обновляются. Такая тоска внутри, и хочется, вот страсть, понимаете, она свежая, она энергичная. И туз жезлов, да, двойка жезлов, то есть уже на низком чуть ли не старте. Вот я хотел бы, я хочу. Как? Ну вот как мне? Какой подход мне найти для того, чтобы приблизиться к этой женщине? Вот это вот самая, наверное, мысль, которая его беспокоит. Две двойки. Но здесь он в себе чуть-чуть не уверен. Потому что ещё у него идёт внутренний зов. Внутренний зов к вам. И он понимает, что что-то надо делать. А как делать? Не знает. Ему, видите, ещё тоже тот момент. Ему и лгать-то не хочется. Он хочет, чтобы было это всё правильно, честно. Он хотел бы без лжи и обмана. Ну, давайте так. Здесь человек, конечно, больше надеется на удачу, на судьбу, что что-то может действительно такое произойти, когда он прям прочувствует, что вот этот вот путь, как говорится, зелёный свет, он открыт. И к вам реально можно будет приблизиться, подойти, пообщаться и поговорить. Да, шестёрка Пентакли. Ой, то есть мечей. Действительно, человек хотел бы к вам, девочки, приехать. Но как-то без обмана, без лжи. Но как это сделать? Не понимает пока. Ждёт удобного момента, ждёт удобного случая. Вот такой сегодня получился расклад. Пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Как всегда, души, благодарю то, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. От всей души желаю прекрасного всем настроения. Поддерживайте девочки друг друга в комментариях, потому что это очень важно. Тогда, когда мы проявляемся, когда мы в коммуникации и общаемся друг с другом, мы становимся сплочённее, мы становимся сильнее. И тогда у нас, как по цепочке, и у нас все дела, всё спорится, всё ладится. И, естественно, мы становимся более счастливыми и радостными. Всего доброго! До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok